Командир полка Когда Брянск взяли, перешли дальше, и нас передали Первому Украинскому фронту. Первый Украинский фронт, мы взяли Киев. Каждый рассказывает о войне по-своему, потому что каждый встретил по-особому. Кто-то жил в Москве, учился в институте, кто-то был простым парнем из деревни и ушел на фронт. У каждого свое понимание войны. С каждым годом тех самых парней из деревни, которые больше 70 лет назад ушли на фронт, становится все меньше. 19-летний житель Ходькова Арсений Рутюнян третий год собирает историю ветеранов Великой Отечественной войны. Он автор проекта «Память сердца». С 16-го года уже активно, мы стали записывать воспоминания. За это время во всем районе я побывал. Ходьков, Сергей в посад, Лоза, Краснозавод, Казагорские дали. В Богородск, надеюсь, получится поехать еще. И работа стала продолжаться, кипеть. Действительно, мне помогали и родители в какой-то степени, поддерживали. Плюс руководство гимназии. В школе одноклассники мои интересовали. Арсений учится на первом курсе дипломатической академии при Министерстве иностранных дел. Его проект поддержали в институте. Помогает найти ветеранов по всему Подмосковью. Договориться об интервью с каждым разом все сложнее. Пожилые люди с трудом доверяют молодому парню. Слишком много мошенников развелось последние годы. К сожалению, тебе не всегда все будут доверять. Так что обычно я договариваюсь через сайт ветеранов. Ну, не районный, а местный сайт ветеранов. Я звоню. Перед этим звонит определенный человек, который, как сказать, знаком с ними. И договариваться о встрече. Бывают, конечно, случаи, когда я сам могу позвонить. Ну, тогда, во-первых, нужно уметь хорошо и доступно объяснить людям в возрасте, кто ты откуда, зачем ты хочешь к ним прийти. Арсений рассказывает. Слушать воспоминания о войне тяжело. Каждая история западает в душу. Приведу такой пример. У нас в районе есть сын полка, Иосиф Анатольевич Отечественный. Он 37-го года рождения. То есть во время войны ему было там несколько лет всего лишь. И задаешься вопросом, как он мог в ней принимать участие. И он мне рассказал свою историю. Была бомбежка, у него погибли родители. И он оказался единственным, кто выжил на станции, которую бомбили. Это было на Украине в 42-м году. Его подобрали зенитчики. И в результате бомбежки он получил контузию, ранение. Он не мог вспомнить ни свое имя, ни имя своих родителей, ни откуда он. И он остался зенитчиками. Продолжил с ним службу до Дня Победы. Попадал в окружение. И они придумали ему имя. Иосиф, ну, в честь Иосифа Иосифа Иосифовича Сталина. И отечественный. Не успеть – это самое страшное. Тех, кто может рассказать о событиях военного времени, время не щадит. Сейчас Арсений большую часть времени занимается сбором воспоминаний. На обработку материалов просто не хватает времени. Уже записаны 92 истории. 65 ветеранов из Сергея Посадского городского округа. Остальные – из подмосковных городов. Какие-то истории есть только в текстовом варианте. Часть из них уже вошли в книги. В 2017 году, ну, вот один питерский такой, как сказать, ну, деятель, Байрин Чеев, он выпускал книжку «Сестры по оружию». И нашему проекту была предоставлена возможность отправить сюда воспоминания Сергея Посадских, ветеранов. Так, вот здесь четвертая. И было выделено два места. И здесь опубликованы воспоминания участниц Великой Отечественной войны, санитарки Ушакова Марии Дмитриевны, которая проживает в Ходьково на данный момент. Вот, и это, кстати, исполнится в следующем году сто лет. И Лимовой Галина Матвеевна из Лозы, которая служила радистом во время войны. Арсений – волонтер. Вместе с другими инициативными жителями он поздравляет ветеранов с Днем Победы. 8 мая поздравляли ветерана из Богородского Николая Ивановича Вопридского. Николай Иванович – артиллерист, кавалер двух орденов славы. Пошел на фронт в 17 лет, дошел до Кёнигсберга. Ну, чтобы они не пошли, там меня ранило. И потом я уже попал в пехоте, потом я попал уже в минометную батарею 120. И там уже до конца, госпитали, отлежали. И потом уже до конца в минометную батарею 120-мм. В планах Арсения – выпустить книгу с воспоминаниями сергио-посадских ветеранов и сделать сайт с историями наших земляков-героев войны. Пока проект «Память сердца» есть только в сценной сети ВКонтакте. Помочь Арсению выводили, может, каждый. Если у вас есть знакомые или родственники, которые прошли войну и готовы об этом рассказать, сообщите об этом автору проекта или в студию ТВР-24. Дальше мы прошли Югославию, Болгарию, потом Венгрию. В Венгрии опять тяжело было переправляться через Дунай. И когда у тебя рядом падает твой боец, ты не можешь остановиться. Понимаешь? Да. Ты должен бежать дальше. Я прекрасно сознавал то, что по мне будут обязательно вести огонь фашисты. Я чувствовал всем своим телом.